И всем привет, с вами я Леонид и мы сегодня продолжаем играть в игру Style and Flash 2. И в это видео входит захват нескольких деревень. Почему в это видео входит в планы как раз к захвату, поскольку у меня воинов не так много и боевой дух тоже не очень хороший. У меня дезертирство происходит чуть ли не постоянно. Ну, с чем связано дезертирство это? С тем, что боевой дух маленький. Боевой дух маленький стал из-за того, что я не мог, я и другие генералы не могли сразу конью вроде захватить французский мощный город около наших границ. Ну и в итоге боевой дух упал, поскольку несколько поражений подряд было. И из-за этого у нас все очень печально сейчас происходит. Да, конья. Мамура и Ратахисар были потеряны тоже. По той же на самом деле причине. Это мощь французов. Много генералов пришло. А вот на защиту поселений почти никто и не встал. Ну и это свою тоже роль показало. Ну ладно. То, что слились не настолько печально. Сейчас мы будем уничтожать горных бандитов, поскольку у меня боевой дух 532. Воинов нанимать немного бессмысленно, я так скажу, поскольку они все равно не нужны. Они будут дезертировать. Поэтому смысла я в них особо пока не вижу. Надо хотя бы немного поднять боевой дух. После этого можно начинать нанимать войска. И делалось огромные армии. Но пока вы сами прекрасно видите, что смысла нет. Мне кажется, когда 500 единиц боевого духа есть, то тогда дезертирство прекращается. Я пока точно не знаю, но можно в принципе начинать нанимать войска. Небольшие армии иметь. И начинать захват деревень мятежных. Мятежных и бандитских деревень. После этого переключаться уже на города. На города и на различных генералов. Уже как пойдет дальше. От этого нужно будет отталкиваться. Но на данный момент это надо. Наша первая задача. Поднять боевой дух. Чтобы воины не дезертировали. Ну и помимо того, чтобы они не дезертировали. Так еще надо увеличить доход. Наш. Вот плюс 62 единицы. Боевого духа. 12 бандитов за мной идет. Неплохо. Здесь я почти все вещи продаю. Немножко оставляю. На следующую торговлю. Ага. И в таверне никого из воинов нет. К сожалению. Обидно. Кровник, свинарник, курятник имеется. Ну а что не знаю. Наверное все же. На кровник нужно делать. От него пользы будет больше. Поэтому заходим сюда. В разные. Нет. Ресурсы. А мне еще вроде не хватит. Если не ошибаюсь. Этих всех ресурс. Потому что 5 дерева надо. А 8 дерева. И 5 камня. 5 камня умеет так есть. А вот 8 дерева нет. Вот это обидно. Так. 7 конных рекрутов. И эти конные рекруты. Копейщики. 2 пустынных лучников. И еще 2. 4. Ну. Давайте попробуем их выиграть. Не уверен. То что у меня получится. Но все таки. Попытка не пытка. Для меня сейчас главная задача. Это пока что конные лучники. Их начинать сливать. Поскольку они на расстоянии. Меня могут убивать. В связи с этим. Мы изначально. Делаем первоначальную цель. Самих стрелков. Долго как-то перезаряжал. Он арбалет. Потому что не успел даже попасть. Противник. Ну ладно. Наконец-то убит 1. Где еще? Вот он. Еще один конный лучник. Пытается от меня скрыться. Но у него не получилось. Здесь бойцы пытаются меня тоже поубивать. Но у них не выходит. Ай. Пробежали друг с другом. И не убили. Копейщики пытаются меня поймать и уничтожить. Но у них пока это особо не выходит. Это меня радует. Почему меня это радует? Потому что... Дамаг большой. Дамаг очень большой и серьезный. Идет. Вполне меня сейчас могут с одного удара убить. Поэтому... Это нехорошо для меня. Поэтому надо пока что скрываться от этих копейщиков. Либо на довольно большой дистанции находиться. И вот 1 в 3 остался. И... Уже почти никого не осталось. Противник. Все. 1 на 1. Где он? Вот он. Не попал. Обидно. Очень обидно. То, что у этих бандитов очень мало конных клочников было. Это мне очень сильно повезло. Потому что я недавно... Прямо перед началом... Минуты за 3... С самого начала... Играл. Уничтожал армию бандитов. 63 война было. Смесь европейских пустынных... И грабителей... Вышло в 63 война. Как раз таки из-за этого. Там... Ух... Одна атака и каждая атака это провал. Я сливал... Поначалу по одному войну. Бывало 2. Но 2 это очень редкость. Было везение какое-то. Но когда я начинал уже... Почти постоянно по 2. Снимать. Меня это уже радовало. Почему я постоянно по одному по 2 убивал. Бывали такие моменты. То что я вообще никого не убивал. Это связано было с тем, что противник имел много конных лучников. Но эти конные лучники давали о себе знать. Либо конные лучники. Либо обычные лучники. Они сбивали мои атаки. Такие... Копьем. Тем, что один раз попасть воина. Чтобы дамаг по нему прошел. А не в щит. Он... Это... Отталкивается. Немножко назад. Ну и в итоге удар не проходит. Ну и вот как раз таки сам результат происходил. То что меня очень сильно и часто останавливали. А когда я с Рыбалетом был. Очень много кого я не успевал сливать. Поскольку за мной толпа копейщиков бежит. Потом помимо копейщиков за мной. Различные другие воины бегали. И ужас был. Так. Идем в акру пока что. И вот. Жалования. Ну пока меня радует то, что я иду только в плюс. Меня хотя бы это радует. Везде ухожу в плюс. Нанимаю себе только конных воинов. Блин. Конных мечников неохота брать себе. Поскольку. Блин. Ну такое себе. Конных лучников возьму. И копейщиков. Мечники. Ну блин. Мечники такое себе. Из-за чего? Из-за того, что. Они. не могут нормально атаковать. У них дистанция боя близко. И все. Из-за этого печаль все и выходит. Я кстати не знаю сколько мне там еще дерева надо. Ой. Пусыны бандиты решили убежать от меня. Ну да. Я начал происходить в численности. Вот и результат. Другое. Шесть. Я надеюсь в Александрии. Ой. Александрии и Иерусалиме есть все-таки. Ресурс. Да. Две древесины имеются здесь. Поэтому. Случайно заходим на арену. Когда мне арена вообще не нужна. Заходим в производство. И делаем новый. Новый коровник. Так. Посмотреть все что имеется. Нанимаем новых людей. Че тут. Две бочки. Шкафы. И корейта. Понятно. Разные. Нет. Не ресурсы. Животные. Трех. Вроде трех ноткеров. Другое. Один только шкаф. Прекрасно. Великолепно. Я даже так скажу. Да. Трех коров надо. Понятно. Пшеницу, кукурузу и сено надо купить. Что-то из этого хотя бы. У меня туда очень много мяса. Ага. И цена тут немаленькая идет. Интересно с чем связано. Хотя если так посидеть и подумать. Ну у меня же тут производство-то стоит. И немалом количестве. О, еще плюс 20 в поддержку лорда. Мою поддержку. Так. Конноэлитные копейщики. Четыре бойца. Хотя. Мне нужны и сейчас пехотинцы. Ладно. Прямо сейчас я не буду этого делать. Поскольку надо закончить с производством. И только потом переходить на другие детали. Один шкаф и три корид. Все. Все, что нам нужно было для... А, нет. Не все, что нужно было. Я купил. Еще еда. Еда нужна. Да. Тут сено имеется. Замечательно. Это... Ну это тоже так. Более-менее дешевки идет. Тогда тоже покупаем. И только сейчас мы начинаем выдвигаться. Принять военное участие на Торресбунг. Ну ладно. Посмотрим. Все. Запуск был. Еду. Положили. Ну и теперь можем выдвигаться. О. Грабитель идет. Спасайся, грабитель. Но ты не должен убежать от нас. А. Ну да, ну да. Отряд устал. И все. Боевой дух. Начал падать. Замечательного. Что-то отряд очень быстро устал. Я так скажу. Но зато. Поднимается. Этот самый боевой дух. Побыстрее. Так. Сколько? Четыре. Восемь. Ну ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем все-таки их уничтожить. Надеюсь на успех. У меня все-таки в этот раз имеются воины. И мне полегче будет по идее сражаться. Но потери тоже будут сразу идти. Поскольку я теперь не один. Воины имеются. Которые мне помогают в уничтожении противник. Но они и сами сливаться будут. Тоже немедленно. Натыкаются на копейщиков. Или копейщики на них. Летят. А они и самое главное еще. Если их не будут замечать. Или блокировать их не атаки. То все. Пока-пока. Жизни. Минус боец будет. Если я вот так стоять буду. То мне пофиг. Вероятно с того, что меня убьют. Сразу. С моим уфолог по ЧКП. Очень мало. Кстати, я сказал то, что я буду захватывать деревни. У меня судя по сему не получится захватывать. С учетом того, что у меня есть задание. Принять участие в захвате поселения. Ладно. Так, боевой дуг поднялся. Замечательно. Идем в акру. Сейчас в акре посидим немножко. Отдохнем. Наберем боевой дуг еще. Возможно еще воинов возьмем. Вот. Опытный копеечек. Ну, в принципе, да. Коинсов взять еще можно. Да и тем более тут много. Различных воинов. Все. Пока ждем. Поддержка более 260 надо. А у меня сколько? 145. Ага. Маловато, я вам так скажу. Ну ладно. А куда мне вообще бежать надо? Я так и не посмотрел. Не в левую часть уже и радует. Аааа. Понятно. Норвегию, значит, да? Замечательно. Что я могу еще сказать? Замечательно. Ладно. Ладно. Пока ставлю паузу. Мда. Значит, я тут прям близко нахожусь с ними. Хочу присоединиться к походу. И тут провал. Просто провал. Замечательно. Что я могу еще сказать? Минус поддержка лордов. Круто. Да. Было у меня 7 воинов, а теперь... О. Намного меньше. Осталось 3. А, не. Один даже. Один всадник. Опытный. И все. И у меня все элитники будут. Замечательно. И дальше вся прокачка пойдет опять в меня. А мне надо не так уж и много опыта. Всего лишь каких-то жалких 5000 с небольшим хвостиком на прокачку силы дальше. Да. Многовато. Очень много. А, так у меня еще и воин один погиб. Замечательно. Потому что у меня было 20 воинов. Сейчас их 19. Ой. Европейские бандиты решили деревню захватить. И у них это вышло, кстати. Удивительно. Потому что я не успел подойти к деревне и ее защитить. Хотя, как-то пофиг мне на это. Не моя. Не мои фракции. Поэтому все равно. Все, сейчас головы полетят. Бум. Минус один. Вот тут еще один арбалетчик. Остался живых. 97 хп ему снял. И он жив. Ужас. Как так? Как так он остался живых? А, мне еще и щит сломали. Замечательно. Вообще великолепно. Спасибо вам за то, что вы сломали мне щит. Огромное спасибо. Ладно. Надо что-то придумывать тогда. Что делать со щитом. Хотя, сломали-сломали он потом у меня появится. Там вот последний воин остался. Надо поймать его. Но уже не надо. Его уже убили. Ладно. Тоже неплохо. Мы выиграли без потерь. И довольно много вещей получили. Все. Давай автобой. Победа. И в итоге я сколько воинов потерял? Одного. Ну ладно, один. Тоже не идеал, но... Это лучше, чем если больше потерял бы. Намного. Так. Ай. Тринадцать вещей тут. Я-то надеялся на то, что я все продам. Зараз. Но, увы. Ях. Такое мне получится. Ну все. Ну все. Все, что можно было продать, я продал. И больше мне теперь особо делать нечего. К сожалению. К сожалению. Добровольцы. Много у меня войны. Много у меня войны. Ну, войны почти нет. Войны. Так. Особо не прокачаны. Либо они особо не прокачаны одни. Другие прокачаны в максимум. Но их мало, и я с ними ничего особо не смогу делать. Поэтому, надо копить деньги, копить воинов. И пытаться что-то делать. А это сейчас делать видео очень тяжело. Проще. Не записи. И я этим буду заниматься. Из-за этого я заканчиваю это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока.